Просто какое-то говно пришло, честное слово. Девочки, я разочарована в этом сайте полностью. Просто от асф, просто от асф. Ой, ёперный театр. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас очередной тест-обзор покупочек сайта Джум. Да, смотрите, что я взяла совсем недавно и достаточно быстро пришёл. Вот такой вот поясок с пайетками. Мне он показался очень прикольный, и вообще я помню, что давно-давно это было вообще модно. У моей мамы тоже был такой. Но только он не был вот такой дешёвый, конечно, из каких-то непонятных пайеток, а он был такой прям чешуйчатый там. Каждая пайетка, она была более крупная, она одна за одной была, то есть, ну, не дешёвый пояс. И он был, по-моему, был у мамы такой широкий пояс, поменьше там такие были звенья, и был ещё такой одиночный пояс. Ой, как я его любила, он такой был красивый. В общем, я на джуму видела за копейки вот такой вот пояс, и думаю, дай, посмотрю, может он такой же. Почему-то я совсем его не разглядела, он оказался с обычными вот такими вот пайетками дешёвыми. Очень дёшево сделан, но застёжка мне здесь понравилась. И ещё мне понравилось, что здесь такая резинка, которая очень хорошо тянется, и она абсолютно не давит. То есть, ну, я не знаю, конечно, на какой-то размер, но на мой S замечательно будет. Я думаю, на M&L тоже неплохо. Дальше, возможно, будет тянуть, сильно сдавливать живот. В общем, вот такая вот первая покупочка. Это вот такой вот пояс, который, видимо, сейчас в тренде. Там есть разные цвета. Я взяла серебряный. Не знаю, может быть, куда-нибудь пригодится. Я люблю с вами менять образы, может, там, для фотосессий или ещё что-то. Недорогой прикольный поясочек. Как он вообще маленький такой. Дальше, кстати, это такая туника, которая на мне. Я вообще люблю такие туники. У меня есть такая беленькая, я где-то её покупала на Алиэкспресс. Но не такая похожая. Та похожая, она немного качественнее. Это такая менее качественная, она однотонная, но мне очень понравилось сочетание этих цветов, этих висюлик. Оно всё такое лёгкое. И самое главное, что под это всё не нужно одевать лифт. Особенно летом. Это прекрасно. На картинке мне, в принципе, понравилось. Я подумала, ну, что здесь сложного сделать нормальную такую вещь. И, в принципе, она мне пришла. Я её надела, померила. Мне очень понравилось. Длина хорошая, такая коротенькая, но не сильно коротенькая. Но самое интересное и самое вот красивое, что мне понравилось, это открытые плечи. Такое вот всё свисает, всё такое воздушное, лёгкое. И ты такая готова танцевать сальсу где-то вечером на пляжу. Кстати, ещё в джум я увидела, также решила по вещам немного пройтись. Ну, немножечко, да. Вот, например, домашние такие вот шортики. Мне они понравились на картинке. Они там вообще такие секси-пекси. Думаю, ну, вообще, любимый мой с ума сойдёт от таких шорт. Вот, взяла себе, но на деле они оказались, ну, не прям такие, как там на картинке, но, в принципе, неплохие. Они в обтяжечку идут, это размер S. Просто на картинке, мне кажется, что здесь более глубже вырез, такой на шортиках. И попы видно больше. Эти же шорты такие скромные, возможно, мне любимый разрешит в них летом куда-нибудь сгонять, если я захочу. Но вообще, я их взяла для дома. Вот. Ну и, в принципе, они всё прикрывают. Материал обычный, простой такой. Очень приятные, тянутся и, в принципе, хорошо выглядят, переливаются на свету. Посмотрите. Слушайте, когда-то давно я ещё заказывала носочки, и, по-моему, я вам их так не показала. А может и показала, но они лежат там, где как бы я не показывала, в полочке. Поэтому я их покажу. Если я их уже показывала, покажу ещё раз. Я давно заказывала вот такие вот носочки. Они как бы на лето, по циндалике. И очень модно и красиво. Ну, типа, вы одеваете такие носочки, да? А потом какую-то свою обувь. И, в общем, вот так. Красиво. Ну, мне кажется, красиво. Они пришли ко мне. Вот, кстати, что хотела сказать? Что хотела сказать по поводу джун? Девочки, я разочарована в этом сайте полностью, потому что вещи приходят не вовремя, когда они спрашивают, пришла вам эта вещь? Я должна ответить, да или нет. Я пишу. Я пишу, нет, не пришла эта вещь. Они сразу делают возражения, сразу типа всё. Хотя вроде бы по отслеживанию эта вещь где-то находится в середине. Там она либо в Москве уже, либо там границы какие-то пересекают. В итоге они пишут, возмущён, деньги вам вернут, не переживайте. И, честно говоря, я не вижу, чтобы деньги возвращали. Ну, долгое время я не вижу, чтобы деньги возвращали. Какие-то возвращают, какие-то нет. Я поняла, что за этим вообще не проследишь. И такое происходит с большинством покупок. Вот на Алиэкспресс такого нет, например. Мне с Алиэкспресс всё приходит. Если одна какая-то вещь из ста вдруг не приходит, то возвращаются деньги. Ну, 100% ты видишь, возвращаются деньги. А здесь, получается, я взяла на 1000 рублей, 800 рублей мне из этого всего должны вернуть. Ну, вообще, как-то не камельфо. Я же-то ещё жду посылку. Вот это же обидно, понимаете. И вот они что-то вроде потом не доходят. В общем, жду-жду. У меня посылок там 10, наверное, которые были отменены. И я как бы жду, что они всё равно придут. И деньги за них все ещё мне не пришли. Взяла пацану вот такую штучку поиграть. Увидела, там тоже она копеечки какие-то стоила. Подумала, что это будет что-то прикольное. В общем, это вот такой вот горошек. И там внутри горошек. Смотрите, вот нажимаем, а он вылазит. Нажимаем, а он вылазит. Е-е-е. Ещё сама даже не поиграла. Ну да, короче, такой горошек, который вылазит. У нас, когда горошки мы покупаем, или что, да, мы точно так же делаем, только горошек этот вылазит, и мы его едим. А тут он вылазит, залазит, вылазит, залазит. Это типа брелок. Всякие штучки тут намотаны. Короче, дам пацану, может ему понравится. Ну тоже, да, это же всё у нас моторика. Будет нажимать, появляться. Нормально. Короче, что-то для пацана взяла своего матька. Ну-ка, вытаскивай горошек. Вот, а ты вот, ты другим путём решил пойти, да? А ты надави, Дэнь. Надави, вот так, смотри, смотри, вот-вот, вот так. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, дави. Вот тут надави. Вот, вот-вот. О-о-о. Ой. Короче, мальчику. Вроде нравится, а вроде нет. Ещё я взяла вот такую вещь. Долго на неё глядела, почитала все отзывы, но это нужно как бы блогерам, фотографам. Стоит недорого, и как бы размеры хорошие мне понравились, и компактность, это понравилось. То есть хранится оно вот так, вот такая вот, буквально, да, чуть больше ладошки. Такой кружочек. Мы его открываем, и что там, что там? А здесь... Ой, ёперный театр. Ударила. Аккуратно, не повторяйте за мной. Короче, здесь идёт у нас такой светоотражатель. Это серебряный. Он, по-моему, идёт 5 в 1. Но вот смотрите, да? Видите, свет попадает? Вот он свет отражает. Вот если мало света, то я могу, допустим, светоотражателем как-то подсветить мне ещё. Вот поймать свет. Оп, подсветила, видите? Если, допустим, как-то свет падает, и нет возможности... Там раз, я снизу где-то подсветила, не хватает снизу. Можно также сверху подсветить. Вот так. Видите, лицо подсвечивается уже. Я просто помню такие штуки, когда я работала в Москве моделью, и часто были съёмки у нас какие-то. Вот у нас фотографы ходили с такими штуками, и я даже помню, сама себе держала какие-то осветительные приборы. Значит, серебряный я знаю. Это холодный свет. Чёрный, он тоже для чего-то, он поглощает свет. Ну, как бы он тоже там считается типа 5 в 1. Типа 1, 2. Дальше. Это ещё не всё. Здесь ещё получается сейчас... Вот. Открываем. То есть она открывается. Ой. Короче, она открывается как-то? Да. И здесь внутри у нас мы встречаем вот такой золотой ещё. То есть это тёплый цвет посветить. И вот такой прозрачный. Это может быть, если вдруг где-то ярко светит свет, и нам нужно его немного приглушить, то мы вот так перекрываем. Но на самом деле вот мои осветительные приборы, которые на меня светят, все лампочки, которые вот так фигачат, они все перекрыты вот такой вот белой плёночкой. Через них светит. Свет тогда становится мягче, не такой жёсткий, немного рассеивается. Ну, в общем, удобная вещь. Вот. Здесь её даже можно подвесить на что-то. Здесь даже крючочек есть. А вот это можно поменять ещё. Вот так вот. Может, это всё-таки не 5 в 1, а может, 3 в 1. То есть серебристую спрятать внутрь, золотистую вытащить наружу, застегнуть. Змейка хорошая, всё быстро застегивается. И вот мы подсвечиваем, да, тёплый цвет. Смотрите, какой золотистый. Сразу стыкнет. Класс, да? Ну, это тоже нужно. Тёплый. Смотрите. Здесь золото. А сверху? Главное, свет поймать, потому что он отражает от света. О! Смотрите, как. Вот-то лампочка жёлтая надо мной. Да? Смотрите. Оп, нет. Там где-то сзади подсвечивает. Можно фон подсвечивать дополнительно так. А вот так раз, и я в жёлтую. Лампа надо мной. Вот. И здесь белый свет. То есть можно вот ещё вот как-то так. В белом тоже, кстати, можно, по-моему, чуть-чуть подсвечивает свет. Короче, вот такая штучка. И стоила она там 500 с чем-то, или 600. В общем, прикольная штука. И также она сгибается обратно. Сгибайся. Три погибели вот так вот. И чехольчик сворачивается. В общем, кому уважен свет, там начинающие блогеры, фотографы. Это вещь полезная. Мне кажется, и не особо дорого всё это. Вот мама подсказывает, что жёлтый, возможно, даёт цвет загара. Не, ну цвет загара, или просто вообще в золотистой какой-то обстановке. Ну разные оттенки бывают. Как фильтр какой-то, да? Ну, в общем, можно что-нибудь придумать. Всё, мои хорошие. На этом покупочки джум у меня закончены. Надеюсь, они вам понравились. Я всё-таки жду ещё очень много всего. Очень много всего заказала. Ещё из вещей, там какие-то вещи есть. Мне нравится сравнивать, знаете. Смотришь на картинку, там одно вроде, да. Приходит, оно совершенно другое, как вот моё прошлое видео. Я его добавлю, кстати, в конце видео. Если что, проходите, смотрите. Там, конечно, был халатик просто от ТАСС. Просто от ТАСС. Просто это выкинутые деньги, реально. Я не помню... И он ещё даже и не дёшево стоил. Ну, в плане, за такое это вообще дорого. Просто какое-то говно пришло, честное слово. Вот, но эти меня порадовали. В принципе, шортики приятные, прикольные. И туничка мне очень нравится. Так что я уже жду летом. Всё, мои хорошие. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан. Впереди ещё много разных видео. Также и с Алиэкспресс, и Фикс Прайс. И вообще ещё многие разные видео для вас готовлю. В общем, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok